Всем привет! Сегодня мы начинаем предпоследний этап конкурса «Я, юный хриогрин», в рамках которого наши участники делали постановки на свою команду. Ну что ж, посмотрим, что из этого получилось. Мне в этом номере лично понравилась такая некая многослойность и то, что были одновременно разные сцены. То есть я говорю о том, когда танцоры работали в один момент по-разному. В этом номере как бы ты все-таки был белой вороной, который хотел вырваться из этой непосредственности. Мне понравилась отработка ритма по разным уровням, взделениям, по группам. Вот, мне понравилась отработка отдельных акцентов тоже, как бы, да, не все вместе, а по отдельности. Причем там по разным дорожкам ты попрыгал, ну как бы все хорошо. У меня не было таких моментов, чтобы был какой-то провис в моей голове, и мне еще хотелось бы. Мне было даже много. Мне не очень было понятно, зачем были клики, ну вообще, в принципе, вот, ну как бы сюда. Мне кажется, как-то вот эта вопчат, она была такая, забыл быть время больше. Очень корректно и правильно выбрана вообще расстановка, даже с точки зрения роста девочек. Да, то есть, ну прям молодцы, скорее всего, это все-таки было продумано, и ты сознательно это сделала, это круто. Сначала вообще в номере должны быть другие участники, вот. Ну, по крайней мере, практически все участники, вот. Она их заменила буквально в последний момент, буквально за два дня. То есть, пришлось перекроить постановку. И вот на самом деле, вот та работа, которую я вижу сейчас, она в основном была проделана за два последних дня. Композиционные решения, ну, для меня были просто, наверное, безошибочные. Это очень сложно вообще, мне кажется, не занимаясь парнями какими-либо танцами, вообще взять девочку в номер, привлечь ее, как-то обыграть взаимодействие двух полов, вот, любое, какое бы оно ни было. Вот, единственное, что мне было непонятно, несколько моментов. Вначале улыбка твоя, то есть, ну, трек не веселый, и ты такой... Мне очень понравилось, как был быстрый переход от, ну, того, как ты начал называть с мальчиками, как присоединилась к вам Даша. Два антуража в номере, мне кажется, это многовато. То есть, Дашина роль в номере, она была тоже антуражной для меня, вот. Мне бы хотелось, чтобы ты вот кого-то из них выделил. Спасибо большое за эмоцию, которая вызвал номер. Он действительно погрузил вот в этот вот романтичную какую-то такую атмосферу, да, и музыка подобрана, и состав, который ты использовал, подобран так, что, ну, все это как бы трогает. Это очень прикольно. Мы поняли, что у тебя однозначно очень богатый внутренний мир. А как, скажи, вот люди оказались в музее, вот, танцоры? Допустим, были танцоры в 30-х, и они умерли. И вот типа их памятники вынесли сюда. Ты организовала ребят, которые младше тебя. И причем были моменты достаточно сложные. Ну, как бы, да, и похит-хоп, и фото-прокула там что-то вставили, и хаосу вставили, вот. Ну, молодцы, здорово. Ты поставил это, они это спонсовали. Я бы на твоем месте воспользовался мастерством участников твоей команды, потому что у тебя есть несколько очень сильных участников. Я взяла песню с переводом то, что «хороший день». Я, как бы, сделала в кавычках «хороший день». Ну, я поняла, какой ты смысл взяла, да. Но, понимаешь, трек слишком не об этом. Вот, ну, он как бы другой, понимаешь. Сарказм, да, вот это вот оксюмарон, да, противопоставление. Было бы в том, если бы ты взяла, например, трек «I'm happy today, 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 today». «Веселый день, все классно». И тут вот такая тема. Тогда бы ты сыграл ребят. Для меня было несоответствие музыке тому, что происходит. Вот, я тоже абсолютно согласна с тем, что трек, он такой сильный. Он по звучанию такой сильный, он по вокалу такой сильный. И хочется, чтобы это соответствовало соответствии тому, что происходит на сцене. А это для меня не соответствовало, да. Очень круто, да, то, что с юмором сделал номер, да, опять же, несерьезные какие-то там темы. Это круто и так, и так, но вот так, как Дарья Владимировна говорит, так сложнее сделать. Ну, правда, правда, сложнее. Вот. Меня зарядила национальная яска брать, да. Обычно мы видим вас в очках, там, да, вы минимально используете эмоции на лице. И сейчас это было реально прикольно, потому что было круто смотреть на каждое лицо. Ну, кроме там, когда там кто-то забывал немножко. Но мы не будем обращать на это внимание. Понятно, что срок был очень короткий, и постановка была сложная. Крутой, на самом деле, шоу-номер. Не знаю, по мне, так, наверное, один из лучших номеров теперь команды Robot Generation. Респект, я качал весь номер. В плане постановки мне, правда, сегодня понравилось, очень понравилось. Я тебе говорила, ты прекрасно знаешь о тех замечаниях, о которых мы с тобой разговаривали. Наконец-то я увидела нечто большее, да, точнее, чего я всегда хотела от тебя увидеть. Был работа по двойкам. Вы использовали работу вдвоем, вы использовали поддержки, вы использовали, в принципе, там, пространство пола. Вы использовали прыжки, вы использовали перестроение, вы использовали реквизиты совершенно грамотно. Вы продумали все по костюмам. То есть, ну, все хорошо. Задача очень была сложная у тебя Но в целом справилась хорошо Хорошо поработала с пространством Единственное, мне не хватило, конечно, перемещений Но были разноуровневые моменты С точки зрения постановки, наверное, были проблемы И с перемещением, и с хореографией и так далее И вот эти моменты, когда был фристайл Тогда можно было бы сделать все-таки для постановочки покороче Обрати внимание на свою шею, спину, плечи Обрати внимание Потому что бросается в глаза Часто поднимаешь плечи, спину не упрямляешь до конца И на контрасте она старается за этим следить Получается, что такая несостыковочка На меня сразу направил камеру Думаешь, я сейчас буду, да? А нет! Субтитры сделал DimaTorzok